Общаться с молодежью необходимо. В этом абсолютно убеждены гости, пожаловавшие в Брестский государственный технический университет. Познакомившись точечно с тем, чем живет учреждение образования сегодня, какие новые специальности и возможности в целом открывают, они приступили к непосредственному знакомству со студентами. Среди ораторов достойные представители старшего поколения, чей опыт и житейская мудрость вызывают уважение. Общение с ними – уникальная возможность для каждого из юношей и девушек. Тем для бесед с такими людьми масса, однако для обсуждения был выбран конкретный предмет диалога. Четко расставлены акценты. На преемственности, на взаимодействии, на взаимопонимании. И поэтому сегодня мы собрали здесь активистов студенческих организаций, в частности Белорусского Роскопиканского союза молодежи, первичной организации профсоюзного комитета студентов, координационного совета студенческого самоуправления, а также студентов машиностроительного факультета. Их имена громко звучат в городе над Бугом, их знают и уважают. Сан-герой Советского Союза, ветеран погранвойск, почетный пограничник Республики Беларусь Вячеслав Алексеевич Лопатин. Всегда долгожданный гость в учреждениях образования областного центра – интересный собеседник Эдуард Михайлович Зимовец, узник концлагеря Заксенхаузен. Человек с богатой биографией, полковник в запасе Анатолий Андреев. Все они – члены клуба «Патриот». Все они, как никто, знают, что такое верность Родине. Каждый из них принимает активное участие в общественной жизни города, общается с молодежью, о чем говорит представителями нынешнего поколения, а главное, как им хорошо известно. Для меня всегда интересно общение с молодежью, потому что все-таки я отец троих сыновей. Слава Богу, они выросли достойными людьми. Мне почему перед ними интересно выступать и хочется выступать? Потому что я хочу, чтобы все-таки не росли Иваны Родства Непомнища. К сожалению, это вот всемирная паутина, я ее часто называю всемирной помойкой. Она сбивает молодых людей с неустояющейся и психикой, и еще с маленькими знаниями предшествующей истории и так далее. Поэтому вот надо увязывать это дело, чтобы они, ища свою нужную информацию, все-таки не зациклились на то, что им пытаются подбросить. Что такое патриотизм в широком смысле этого слова? Как он проявляется на деле? Свойственен ли современному поколению? Тема вечная, тема непростая. В ходе диалога поколений собравшимся удалось подобраться к истине. Общение с теми, кто десятилетиями трудился во благо своей страны и общества, во имя детей и внуков бесценно. Подростки переняли много полезного, чем в будущем непременно воспользуются.